Восьмой дом в Ясной Поляне могут сдать уже в начале этого года. В арбитражном суде отложили банкротство компании, чтобы строительство успели завершить. Об окончании работ сегодня в суде говорил директор компании-застройщика Сергей Плотников. Компания «Рокос» продает имущество, чтобы закупить необходимое оборудование. В частности, основная претензия госстройнадзора – неустановленные газовые котлы. Также вносятся изменения в проектную документацию. Однако предоставить в суде документы и соглашение застройщик не смог. Говорили о том, что какая-то работа за это время, даже с начала прошлого заседания, произведена на объекте. Просто даже стыдно за них, что генеральный директор конкретного ничего не сказал на этом заседании. Да, заседание перенесли. Это единственное, что радует. В том состоянии, в каком было, ничего там не делается, как, впрочем, и на восьмом доме, потому что вот все вопрос-то упирался в газовые котлы. Вроде как разрешат эту, надеюсь, проблему. Хуже обстоят дела с девятым домом. Его, скорее всего, дольщикам придется достраивать за свой счет. Банкротам «Рокос» могут признать уже в январе. На этом настаивает главный кредитор казахстанский АТФ-банк. За шесть лет судебных разбирательств застройщик, по словам юристов финансовой организации, не вернул ни рубля. И, по мнению банкиров, попросту затягивает время. Банк, как основной кредитор, сделал все возможное для того, чтобы законные дольщики получили свои квартиры. Первое, он высвободил квартиры из-под залога, в ущерб своим интересам. Второе, снял обеспечительные меры с газопровода, реализация которого позволит завершить строительство восьмого дома.